И цельная дальность стрельбы этого орудия 31 километр. Скорострельность в минуту 7 выстрелов из одного ствола. Расчет одной башни 63 человека. Под каждой такой башней есть снарядный погреб, рассчитан на 560 снарядов. Вес одного снаряда составляет 55 килограмм. Лобовая бронебашня 173 миллиметра, бортовая бронебашня 65 миллиметров. Поднимите голову выше 7 квадратных иллюминаторов. Это ходовая рубка, откуда осуществлялось основное управление кораблем и выходимой. Еще выше 4 квадратных иллюминаторов это рубка оперативного дежурного. Отсюда вам хорошо видно, что с обоим бортовой рубки расположены арт-установки. Это единственное автоматическое орудие крейсера. Таких арт-установок 8, они называются АК-230, калибр ствола 30 миллиметров, скоростерильность в минуту 1000 выстрелов на один ствол. На практике стрельба производилась с короткими очередями. В самом верхнем, главная мачта корабля, называется она ФОК-мачта. На мачте расположены радиолокационные, навигационные и стрельбовые системы крейсера. Верхняя точка мачты называется Клофь. Давайте дружно повернемся и посмотрим вот сюда. Перед вами носовое якорное устройство, два якорь-хоула. Якоря сейчас находятся в воде. Вес одного якоря составляет 7 тонн. Длина каждой из цепей более 300 метров. А весит каждой из цепей более 30 тонн. Вот эти огромные красно-черные электрошпили с помощью них выбирались и опускались якоря. Сейчас я вас всех хочу пригласить опуститься палубой ниже в офицерскую кают-компанию. Я думаю, вам там понравится.